Мне очень приятно представить первого докладчика сегодняшней сессии Анатолия Моисеевича Вершика из Санкт-Петербурга тема его доклада «К обоснованию органического метода нахождения инвариантных мер». Спасибо. Мне очень приятно быть на этой конференции. Я поздравляю еще раз Валерия Васильевича, которого знаю очень давно. И особо хочу сказать, что это редкий случай, когда можно делать доклады на русском языке. Я к этому не был готов, так что это вот заготовано. Я хотел рассказать про очень старую тему, что такое органический метод. Это метод, который был изобретен фактически физиками еще, статистическими физиками еще в конце 19 века. Больцман, Гиптс, Пуанкаре. И фактически он сводился к тому предположению, которое иногда оказалось верным, что усреднения по времени и усреднения по пространству совпадают. Важное следствие этого факта в том и состояло, что можно, взяв одну траекторию движения, интегрируя только по ней, получить нечто, что совпадает с интегрированием по всему пространству. Совершенно точно это было сделано позже, уже в 20 веке. Это имена нужно, среди имен нужно назвать в первую очередь Бергов и Фон Ноймена. Фактически и Пуанкаре к этому имеет отношение, я скажу об этом. И так это и существует. Значит, искать инвариантные меры нужно вот таким же образом. Я хочу сейчас немножко по-другому поставить задачу о поиске инвариантных мер и ее обобщить. На самом деле это не только групповая задача, а куда более широкая. И, собственно, смысл моего доклада состоит в следующем. Я дам некую другую постановку, впрочем, хорошо уже известную, но я привлеку некоторые комбинаторные методы, которые позволяют всю эту задачу во всей ее общности поставить несколько по-новому. И цель этого вот в чем, что вообще задача отыскания инвариантных мер, задача, конечно, в целом слишком общая и слишком даже безнадежная. Возьмите гиперболическую, автоморфизм даже. Там масса инвариантных мер, и люди занимаются очень давно, и есть масса тонких результатов в этом направлении. Но общей картины, как мне кажется, до сих пор нет. С другой стороны, есть случаи, когда инвариантная мера одна. Классический пример мер ХАР. Она вот инвариантная мера относительно действия группы на себе, и она фактически в компактном случае единственная. Но во многих случаях, связанных с алгеброй, с комбинаторикой, есть промежуточный случай, когда инвариантных мер много, но они все-таки устроены так, что вы можете выбрать параметр в пространстве инвариантных мер и заниматься их классификацией, изучением и так далее. Вы увидите главные два примера, которые я здесь отобрал, но их на самом деле очень много. Это инвариантные меры на таблицах Юнга, знаменитая мера Паншереля и сопутствующая ей, и случайные матрицы, где речь идет о действии группы унитарных матриц с сопряжениями на эрмитовых матрицах. И там тоже вопрос об инвариантных мерах хорошо решается, но в целом это все вкладывается в некую общую комбинаторную схему, о которой я начну говорить. Итак, вот написано, что такое инвариантная мера. Я хочу сказать, что одновременно надо рассматривать не только инвариантные меры, но и квази-инвариантные, когда мера G звездочка в мю не равно мю, а абсолютно непрерывно по мю. Это тоже очень важный случай. Ну вот теперь позвольте объяснить, почему на самом деле группа не очень нужна. Это старое замечание, но очень важное. На самом деле от группы, для того, чтобы поставить вопрос об инвариантных мерах, нужно только разбиение на орбиты. Только разбиение на орбиты позволяет нам поставить вопрос, какие инвариантные меры. Но отсюда вытекает, что если вы возьмете динамическую систему и измените, так сказать, сделаете замену времени, не меняя орбит, инвариантные меры будут те же самые. Почему? Короткое объяснение очень простое. На самом деле, если у вас есть одна орбита, ну, как правило, в интересных случаях она не компактна, на ней нет условной инвариантной меры. Но если вы ее разобьете на конечные или компактные куски, то тогда на каждом куске возникает условная мера, как в общей теории меры. И, конечно, мера точки, вот эта условная, она разная для разных разбиений на куски. Однако замечательная обстоятельство состоит в том, что если вы возьмете две точки, то отношение условных мер в этих конечных кусках не зависит от того, как вы разбили на конечные куски. Например, если это идет речь об инвариантной мере, то это значит просто, что меры равны, и, значит, отношение равно единице. Если вы говорите о квазинвариантной мере, это означает, что это отношение есть, так называемый коцикл радона Никодима, который просто сводится к тому, какое отношение меры в точке Х и в точке ЖХ. И все. Я буду рассматривать только инвариантные меры, и поэтому, как вот отсюда следует, достаточно иметь пространство и его разбиение на орбиты, которое само по себе очень плохое. Понятно, что все дело в том, что мы не можем рассматривать фактор пространства в интересных случаях. Но есть два очень разных случая. Первый случай, когда вот это разбиение на орбиты, как говорят, гиперконечно. Это означает, что вы можете разбиение на орбиты представить как монотонный предел разбиения на конечные куски. Вот группа Z, это периодические аппроксимации, и вообще любая коммутативная, любая нельпатентная, разрешимая, и правильный ответ, любая аминабельная группа, значит, не буду уточнять. Вот для всех этих групп разбиение на орбиты устроено в некотором смысле наиболее простым образом. Это просто индуктивный такой, возрастающий по кускам конечного предел, конечных разбиений. И я буду пока рассматривать только его, потому что, конечно, можно рассматривать, скажем, если брать свободную группу или там GL-NZ, тогда это не аминабельные группы, и так действовать нельзя. Там тоже соответствующая комбинаторная техника, она еще не развита, но должна быть. Но будем рассматривать только вот этот гиперконечный случай. Итак, у нас есть пространство Х и разбиение на орбиты, которое здесь обозначено через Тау. И это есть как раз... Вот. Сейчас, где это? Вот. Это гиперконечное разбиение. Ну, я не буду тут деталей вдаваться. На самом деле, можно уже ставить очень ясный вопрос. Как классифицировать Боррелевские пространства с данным гиперконечным разбиением? На этот предмет есть две важные теоремы, особенно теорема Дая, которая, грубо говоря, говорит, что если рассматривать пространство с эргадической мерой, то для любой именабельной группы это разбиение с точностью изоморфизма одно. Так что разбиение на траектории не дает никакой новой информации относительно самой динамической системы. Это единственный, так сказать, инвариант эргадичности. И это, конечно, и с одной стороны интересно, но это плохо. Ну, соответствующий Боррелевский случай это следующий отсюда теорема Кетчериса. Но я вот хочу на самом деле ввести другую структуру, а именно учесть это разбиение на конечные куски. Я, минуя детали, хочу сразу представить вам модель действия общего действия именабельной группы, которая позволяет, на мой взгляд, совершенно адекватно поставить общий вопрос о поиске инвариантных мер. Тут есть две модели. Такая забавная конкуренция между вероятностниками, скажем, и специалистами по теории меры. Для них эта модель может быть названа марковской моделью. А для алгебраистов и людей, связанных со статфизикой, это модель, которая называется диаграмма Браттоли, правильнее назвать градуированный граф. Что это такое? Итак, вот я начинаю сначала. Наше пространство, на котором будет действовать группа или просто разбиение, о котором я сказал, это пространство вот какого вида. Это на самом деле пространство траекторий вот в таком графе. Этот граф можно назвать нестационарным марковским компактом. То есть в каждой точке времени у вас конечное число состояний, но оно разное в разные моменты времени. И это полностью вносит совершенно другую ситуацию. Ситуация совершенно другая по сравнению со стационарным случаем. дуги идут, это просто переходы состояния одного состояния в момент n-1 в состояние n. Вот это и есть наше пространство, пространство всех путей в таком графе. Что же такое вот это разбиение на орбиты? Где оно? Куда девалась группа? А это вот какое? Это то, что называется хвостовое разбиение. А именно, два пути лежат в одном классе, если они, начиная с некоторого места, совпадают. И аппроксимация тоже ясна. Если они совпадают со второго места, это первое разбиение. Если они начинают со второго, то следующее. Значит, это разбиение устроено так, что это возрастающая последовательность конечных кусков, а в пределе мы получаем вот это, вообще говоря, неизмеримое разбиение. Вот и все. И теперь мы решаем такой вопрос. Найти все инвариантные меры. А что значит инвариантные? А инвариантные означает следующее, что если вы возьмете условные меры на двух путях, которые совпадают, начиная с какого-то места, то они равны. Иначе говоря, все пути, которые отличаются только началом первыми n элементами, на них равномерное распределение. Все условные меры равномерные. Таким образом, адекватная проблема состоит в следующем. Описать все такие меры, которые имеют на вот этом пространстве, все баррелевские вероятностные меры, у которых распределение на конечных кусках равномерное. Теорема состоит в том, что любое, ну скажем так, сепарабельное, метрическое пространство, на котором действует аминабельная группа, вот в задаче об инвариантных мерах может быть приведена к этому виду. Это первая не очень сложная вещь, которая показывает, почему это адекватная постановка. А второе, очень важная вещь, что меры-то при этом можно взять марковскую. То есть мы находимся в ситуации совершенно новой для теории вероятности, но внешне привычную. Мы имеем нестационарную марковскую цепь, у которой заданы, как говорят, копереходы, потому что задать вот это условие равномерности на началах, это все равно, что сказать, что копереходные вероятности, то есть переходы от n-ного состояния в предыдущее n-1, они являются равномерными. И таким образом задача стоит в том, чтобы описать все марковские меры, то есть, иначе говоря, описать все переходы, если заданы копереходы, в данном случае копереходы вот такие равномерные меры на кусках. Но если взять этот граф и повернуть на 90 градусов, то получается такой граф. И как не смешно, вот люди рисуют его, как правило, вертикально, правда, иногда сверху вниз, а иногда наоборот, но это та же самая теория, только в этой теории, которая ближе к алгебре. Это граф называется диаграммой Браттели, и на самом деле тут не такая уж тесная, то есть, можно сказать, вообще нет особого взаимодействия между этими двумя группами математиков, потому что здесь вот с таким графом диаграммой Браттели связана некая ассоциативная алгебра, кофунктер и многие-многие другие вещи. Но на самом деле я утверждаю, что все, что делают эти люди может быть точно пересказано на язык марковских нестационарных цепей, и наоборот. Все немногие вещи, которые мы знаем о нестационарных цепях, можно перевести сюда. но этот язык очень важен в частности для меня, потому что я сейчас должен сказать следующее. Вот отныне я не сказал, куда девалась группа, но группа на самом деле для нас не очень важна. Я поставил задачу об анавариантной мере, но давайте все-таки вспомним про группу. Где она? Давайте я вернусь назад. Как действует группа? Мы же все-таки начали с аппроксимации группы. Она, конечно, действует не сдвигом, тут никакого сдвига нет. Она действует следующим образом. Надо вспомнить, что такое орбита этой группы. Орбита это класс путей, которые эквивалентны в смысле нашего определения хостового эквивалента. То есть иначе группа просто изменяет начало. Вот я это назвал одической моделью динамических систем, потому что самый простой случай это одометр. У вас есть, допустим, у вас такой граф совсем простой, однородный, произведение двоеточий, и тогда группа это просто прибавление единицы. А для общего графа эта группа тоже может быть приблизительно так же и описана. Надо только сказать, какой порядок начал путей. Это может быть сделано, и вот это и есть группа. То есть здесь, в этой модели группа действует как бы трансверсально. Это никакой не сдвиг, а наоборот меняется конечное число начальных координат. Вот, теперь действительно мы можем про группу забыть, и теперь я наконец приведу наиболее... Да, начальщик должен оправдать, почему этот марковский подход правильный и вот я его назвал комбинаторным, потому что, во-первых, это универсальная модель, я об этом уже сказал, всякая динамическая оменабельная система может быть таким образом задана, это универсальный пример, во-вторых, естественная техника, вот техника связанная с переходами и копереходами, и кроме того, еще одно обстоятельство, которое было сравнительно недавно доказано, что более того, универсальность настолько мощная, что можно просто один граф взять, универсальный, все динамические системы эргодические можно погрузить вот в такой граф, который мы назвали, это работа с моим учеником Затецким, универсальный униодический граф, вот я его нарисовал сверху вниз, там первой вершины нет, граф, конечно, выглядит чудовищно, число вершин растет, но он очень просто устроен, каждый следующий этаж, это пара, упорядоченная пара вершин предыдущего этажа, вот такой граф, который я тем самым в одной фразе все описал, вот этот граф является универсальным в следующем смысле, если возьмете произвольную динамическую систему с инвариантной мерой, то вы можете найти в этом графе такую центральную инвариантную меру, что преобразование, о котором я сказал, назвал логическим, будет изоморшено исходному, то есть любая динамическая обменабельная система может быть погружена в эту, надо только правильно выбрать меру, но сейчас нам это не очень важно, вот это и есть эта теорема. Что? А? Боже упаси, никакой единственности, это можно сделать огромным количеством способов, что, конечно, немножко разочаровывать, на самом деле это очень важно, вы можете выбирать достаточно экономные графы, если вы знаете что-то про систему, конечно, никакой единственности нет. И вот теперь я хочу, значит, я еще повторяю вот мою постановку, значит, найти все марковские меры, то есть, иначе говоря, переходные вероятности с данной ко переходной вероятности, вот это задача, которую, нужно сказать, нужно упомянуть несколько имен, ну вот в такой, я бы сказал, жесткой постановке, как я привел этого не было, но фактически предшественниками такого рассмотрения, кстати, термина ко переходной вероятности употреблял их Динкен, в статфизике все это очень хорошо укладывается в статфизику, потому что этот граф, это граф конфигурации на конечной, значит, это граф конфигурации на решетке, например, на ZD, и, значит, вершина этого графа, это конфигурации в конечном объеме, а момент времени, N, это просто сама величина объема, то что задача статфизики формально укладывается в эту схему, и, значит, я только должен заметить, что фактически этот подход в некотором смысле конкурирует с Калмогоровским, потому что что, каково определение мер по Калмогорову, это задание конечномерными распределениями, этот подход противоположный, у нас нет меры пока, но задаем мы не распределениями, а задаем кораспределения, мы фиксируем кораспределение и спрашиваем, какие меры с этим кораспределением, иногда она одна, иногда их много, но это совершенно другой способ задания мер, и все задачи, связанные, допустим, с фазовыми переходами, когда у вас несколько мер, они как раз очень хорошо укладывают эту схему. Ну вот пора уже сказать что-то по существу, давайте я приведу пример мой любимый, который формально с группой не связан, это другой граф, это граф Юнга, граф, диаграмм Юнга, вот перед вами он, наверное, сейчас он уже всем известен, очень популярный, и ставится задача об инвариантных мерах для этого графа. Почему она важна? Потому что это все равно, что задача о нерагодических мерах инвариантных, это все равно, что задача о неразложимых характерах бесконечной симметрической группы. Но я не буду на этом останавливаться, но задача поставлена, перед вами граф, вы хотите определить, ну бесконечный, на самом деле, значит, все это идет до бесконечности. Замечу только, что путь, это называется таблица, это фактически нумерация, на каждом этаже стоят диаграммы с энклетками, так что один этаж это диаграммы с энклетками, а таблица это путь в этом графе, то есть нумерация решетки. Фактически мы занимаемся статистикой нумерации, что? Не слышал? Что? Вы что сказали? Ага. Вот. Поиски этой меры это длинная история. Недавно я написал такой обзор на эту тему, и он очень любопытен. Найти инвариантный мер для этого графа достойная задача, которая совершенно по-другому была сначала решена как чисто аналитическая Эльмаром Тома в 64-м году, потом мы с Керовым дали первое комбинаторное групповое решение, немножко скажу об этом, и все-таки я не удовлетворен до сих пор, вот только сейчас как будто бы получается чисто комбинаторное рассмотрение этой задачи. И трудности я сейчас немножко опишу, только я хочу показать. Вот. Значит, вот таблица, вот перед вами таблица. Значит, эта таблица это монотонная нумерация решетки. Поэтому наша задача здесь очень простая описать случайные нумерации четверти плоскости решетки такие, что если вы зафиксируете одну диаграмму, у нее много нумераций, а именно это число, это размерность соответствующего представления симметрической группы, так вот они все должны быть равновероятны. Итак, мы ищем нумерацию случайную марковскую даже, марковская в данном случае означает, что вы выбираете какую-то клетку, куда можно поставить новую цифру, но выбираете ее так, чтобы была диаграмма и при этом никакой информации о предыдущей таблице нет, только диаграмма. С какой вероятностью вы выбираете место, зависит от диаграммы, а не от таблицы. Вот такой совершенно четкий вопрос поставлен и совершенно удивительно, и это загадка была долгое время, что если взять невырожденные нумерации, невырожденные это означает, что плотность любого столбца, конечного числа столбцов или строк равна нулю, то есть у вас нумерация не уходит линейно в горизонталь или в вертикаль, так вот если невырожденную нумерацию взять, то она только одна, и это и есть как раз меры Пуншереля. Значит я возвращаюсь обратно и хочу сказать вот почему я не удовлетворен так сказать вернемся к началу я хочу критиковать на самом деле органический метод потому что вот даже на этом примере видно какие здесь сложности и вот не хватает той философии с которой я начал. Что надо делать? Что значит здесь органический метод? Очень просто вы берете одну таблицу потом смотрите для каждого N все таблицы для каждой диаграммы все таблицы с этой диаграммой а потом смотрите сколько раз на допустим первые N клеток первые K клеток встречаются у вас получится некое распределение которое индуцировано таблицы с N клетками на таблицах и на диаграммах с K клетками если N идет без конечности то нам интересует только тот случай когда есть предел и вот этот предел это и есть то распределение уже конечное на первых диаграммах и в целом получается некая мера но смотрите что для этого надо сделать надо научиться считать проекцию в этом все дело значит метод хорош но откуда берутся средства чтобы делать эти вычисления вот в этом случае оказывается все в порядке потому что это можно делать с помощью теории симметрических функций и с помощью теории характера а именно можно взять диаграмму она отвечает некоторому неприводимому представлению симметрической группы можно этот характер ограничить на подгруппу и так далее пошло-пошло функции Шура и прочее и все это можно сосчитать явно но для того чтобы понять в чем неудовлетворение мое я вам хочу привести важнейший пример давайте вместо двумерной решетки рассмотрим трехмерную рассмотрим трехмерные диаграммы Юнга то есть берем одну восьмую целочисленные пространства трехмерного Z плюс три и рассмотрим конечные идеалы то же самое что Юнг но только с увеличением размерности ничего не известно никаких формул типа формул фрабениус и формулы крюков которые дают число таблиц с данной диаграммой нет и более того есть очень достойные внимание предположения что их и не может быть что очень может быть что например задача перечисления таблиц в трехмерном случае она НП полная и поэтому формулы в принципе может не существовать это не доказано но это очень похоже на правду есть я об этом скажу и вот то что я хочу предложить это некое решение вопроса но только в чем разница здесь вот двумерный случай он уже фактически сделан тут но масса работ и уже три или четыре доказательства списка есть но они все до сих пор были не они использовали технику либо симметрических групп либо симметрические функции и так далее вот такого комбинаторного доказательства до сих пор не было я хочу его предложить но на самом деле мой вопрос состоит в следующем когда вы не можете найти формулу вы хотя бы имеете право принадлежать на качественный ответ вот мы не знаем я уверен что формула то есть я не знаю формула для трехмерного случая для этой меры которая играет роль планшереля но я хотя бы уже знаю что она одна вот алгоритм только вот такой возьмите таблицу и считайте на здоровье но никто это считать не может потому что никаких формул нет как мы действовали берем таблицу берем формулу крюков контируализируем ее переходим к пределу находим там все на свете предельную форму и прочее это все количественный анализ очень хорошо но даже в двумерном случае до сих пор такого качественного не было почему это важно я опять-таки хочу вернуться к началу если вы помните я говорил что вот есть случаи когда инвариантных мер очень много ну да много их но хотя бы какой-то общий какая-то качественная теория таких мер должна существовать вот собственно это и есть вот значит давайте пойдем дальше значит ну вот это все тот же значит значит я хочу сказать что вот эта мера замечательная единственная пранширеля она действительно очень ясно и просто описывается она такая вот я пишу переходной лямбда это диаграмма на n-1 этаже а лямбда большое на n-1 этаже какая вероятность получить из маленького лямбда большое лямбда то есть поставить новую клетку оказывается она пропорциональна размерности больше диаграммы то есть надо взять диаграмму с n-1 клеткой и посмотреть какие размерности будут у диаграмм которые отличаются на одну клетку больше на одну клетку и вероятности брать пропорционально отношению этих размерностей вот это и есть ответ и вот такого ответа в трехмерном случае я не знаю это значит вот этот ответ совершенно нетривиален конечно он использует то обстоятельство что граф юнга это есть граф индуцированных представлений для симметрической группы ну вот вот это кривая немножко плохой рисунок это кривая которая показывает какой это закон больших чисел вот для этой меры паншереля как будет выглядеть диаграмма когда n идет бесконечности если вы нормируете возьмете скейлинг корень и зен то тогда после этого получится кривая знаменитая я не привел ее здесь формулу но во всяком случае это то как будет выглядеть предельная континуальная уже диаграмма второй пример который я хочу значит которым тоже все известно но тоже только потому что мы знаем все формулы это он с одной стороны тут буквально тысячи работ есть теперь про случайные матрицы но лишь несколько работ представляют задачу про так называемый гауссовский ансамбль вот с такой точки зрения с графической но я значит не имею времени об этом подробно говорить но хочу качественно сказать тут очень похоже на двумерную меру планшереля а именно оказывается есть одна мера ну вернее не одна а параметия однопараметическое семейство мер которые все знают это гауссовые меры на бесконечных эрмитовых матрицах это меры которые инвариантны относительно сопряжения относительно унитарной группы то есть у бесконечности унитарная группа произвольного группа матриц произвольного порядка действует сопряжениями на эрмитовых матрицах и ставится тот же вопрос какие инвариантные меры на эрмитовых матрицах вот одна серия известна очень давно Вигнер Дайсон это меры это гауссовая мера параметр это дисперсия но это не все меры все меры были найдены вот Пикрель американский математик и нами с Альшанским тут еще целая серия таких вырожденных мер которые называются мерами Уишерта и их надо сравнить с мерами на диаграммах Хьонга которые устроены самым простым способом если вы нумеруете некое количество строк например две строки просто вы ставите клетки только числа только в первые два ряда или в первые два столбца значит вот этот конечный набор он это как бы аналог того что для эрмитовых матриц будет мера Уишерта это меры которые сидят на матрицах конечного ранга или даже может быть счетного ранга но вырождены не буду об этом говорить это все вот но я хочу значит вот сказать что переделка этого примера хорошо изученного на язык графов комбинаторный сделан вот только что нами с моим соавтором Петровым и это довольно любопытная вещь потому что это граф собственных чисел таких континуальных схем Гельфанда Цетлина но давайте я теперь скажу про общую теорию наверное мне уже надо заканчивать значит множество всех инвариантных мер на данном графе я называю абсолютом множество всех инвариантных мер это конечно симплекс и абсолют это его граница в шоке но как я уже говорил она бывает иногда хорошей а иногда ужасной есть такие симплексы и это как раз случай гиперболической тот возникающий при гиперболической гиперболической системе что эргодические то есть крайние точки образуют всюду плотное множество не выпуклая комбинация а сами это так называемый симплекс полсона очень простая вещь симплекс у которого вершины всюду плотны к счастью он один с точки стидезоморфизма так что все неприятности только в этом симплекс но это появляется часто в других случаях экстремальные точки замкнуты это как раз тот промежуточный случай именно он возникает для случая Юнга и матриц и во многих других ну вот я тут пишу про этот метод и хочу сказать про общую ситуацию следующим образом в чем дело вот я пишу сейчас я хочу описать в заключении что на самом деле предлагается значит вот дайте напомним вспомним опять про эргодический метод в чем он состоит мы берем одну траекторию она здесь вот обозначена t t1 t2 и так далее ее фрагмент длины n это t с индексом n наверху и фактически эргодический метод говорит действуйте по этой формуле слабый предел распределения на конечном числе точек а именно на всех кусках на всех орбитах которые начиная с этого места совпадают с данной это будет такая атомическая мера и нужно переходить к пределу это есть эргодический метод но все дело в том что как искать слабый предел мы не очень понимаем и в этом все дело значит вот тут нужно понять следующее что и в этом нетривиальная вещь в отличие от стационарных марковских цепей у нас ситуация такая что орбита по своей структуре комбинаторной она делится не на конечное число частей скажем ограниченное по всем n или растущие как логарифм а возможно на очень гораздо большее число поэтому вы должны следить за траекторией имея ввиду что она будет дробиться на глубоко говоря в пределе континуальное число кусков и фактически это и есть та самая сложность которая возникает вот для графа юнга что вот все эти вырожденные меры где конечное число строк и столбцов это простой случай там таблица проводит конечное время в каждой орбите и тогда надо следить какое время и это есть все интегралы которые вам надо знать но иногда бывает что таблица делится на корень из н частей и в самом деле если вы берете таблицу общего вида то число точек которые вы можете добавить порядка корень из н и поэтому у вас надо следить за и писать законы больших чисел не для конечного числа функционалов а растущего числа функционалов вот это и есть основная сложность и понять как разбить это самая главная проблема и вот она решается вернее постулируется таким образом вот я называю систему функций на пространстве орбит достаточной если верно следующее если любые две меры у которых интегралы совпадая по этим функциям из этой системы совпадают одинаковые то есть это те это по возможности минимальное количество функций с помощью которых вы можете различить все инвариантные меры найти их это нет ревиальная задача вот пример давайте рассмотрим опять нашу таблицу юнга и предположим вы предложили мне в качестве функции плотности по столбцам и строкам то есть берите таблицу и считайте сколько у нее в первой строке второй первом столбце и так далее предположим что все они равны нулю значит что нет меры нет это означает что есть такие меры у которых частоты нулевые куда они делись вот мера планшереля как раз такая все частоты такие равны нулю тем не менее меренту поэтому творческий пункт в этой программе состоит в том что надо правильно найти эти функции сатисфакторе и если вы их нашли тогда действительно уже считать гораздо проще чем вот в каноническом эргодическом методе но прошу прощения вот я на этом заканчиваю хочу привести вот такую собственно теорему значит дело в том что вот это деление орбиты на кусочки я называю это характеристикой они это деление оказывается может быть грубо говоря такое какая размерность у фактора пространства по этому разбиению значит вот простой случай это когда вы делите на линейные куски это такой линейный случай а может быть как в случае юнга вы делите на куски порядка корня это характеристика равна двум и вот теорема для графа юнга состоит в том что для него характеристика два и для юнга и для армитовых матозис для юнга характеристика два то есть можно найти квадратичные функционалы плюс линейные которые будут различать все меры и это очень важная информация потому что квадратичные функционалы это то что мы все таки можем контролировать и если вы возьмете демерный случай демерный там размерность d вот для трехмерного случая надо иметь ввиду что вы будете разбивать на корень кубический из n и так далее в общем случае это может быть характеристика может быть бесконечной и как найти правильную систему даже для конечной это еще вопрос но собственно говоря я почти закончил и хочу сказать что вот это как бы начало только я пока знаю очень немного но я думаю что это некая программа которую нужно смотреть я повторяю что к этой схеме фактически комбинаторно вероятностей слоится очень многие задачи в частности задачи статфизики спасибо наверное есть время для пары вопросов или пожалуйста что да да честно говоря понимаете но ведь в этой случае с графом юнга мы начинали не с этой задачи а с задачи о характерах так что можно было спросить какие задачи которые формально вне теории марковской цепи приводят к этому не так много я знаю то есть формально возьмите любой граф вот вам задача но разумеется это глупый подход надо искать что реально но вот я хочу сказать что я просмотрел какие-то задачи например там типа модель изинга какие-то задачи в статфизике они очень хорошо сюда вкладываются некоторые из них сосчитаны но вообще такой так сказать систематической обработки пока считанное число графов есть но это на самом деле теория вероятности очень важно потому что здесь не стационарные марковские цепи у них другие законы больших чисел и все другое в общем это очень интересный общий вопрос Андрей Юрьевич вы просили у меня может быть вопрос такой типа куда здесь кобылу запрягать вопрос в общем вот есть метрическое пространство да например топологическое век пространство с мерой как мне задачи которые формулируются на языке этом переводить на вот этот граф спасибо это как раз тот вопрос который я не безумысла умолчал надеюсь что такой вопрос будет потому что с этого я и начинал возьмем топологическое пространство или там баррельевское на котором действует группа Z как эту схему получить а это и есть то что я называю серия башен Рохлина Рохлина знаменитая лемма состоит в том что каждое преобразование с инвариантной меры а периодическое может быть аппроксивировано периодически но вот эту лему Рохлина об аппроксимации периодически можно размножить это я и сделал там в 80-м году провести такую последовательность согласованную башен это и будет этот граф значит вы разумеется с топологией прощайтесь ничего не поделаешь мы действуем как бы если мы говорим про меры это не беда вот потом кстати можно вернуться но в принципе это вот такая вещь и поэтому вопрос сводится к тому как аппроксимировать девочки лемма Рохлина для Z имела там сотни обобщений и в конце концов для именабельных групп есть очень сложное обобщение но на самом деле это еще один вопрос сюда относящийся можно на самом деле немножко легче относиться к этим периодическим аппроксимациям можно их делать гораздо более живыми но в принципе это надо делать прежде чем использовать такую вот сюда надо запрягать вот после этого получаете граф не один очень разный но в общем дальше надо работать через граф давайте поблагодарим докладчика еще раз